Российская армия расширяет наступление. В пятницу мишенью стал город Днепр в центре Украины. Удары были нанесены по детскому саду, жилому дому и обувной фабрике, сообщила украинская сторона. В пригороде Харькова обстрелу подвергся приют для инвалидов, заявил в телеграм-канале глава местной администрации. Обошлось без жертв. Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Вот так сегодня выглядят из космоса окрестности Киева. На спутниковых снимках видно, что колонна российской бронетехники рассеялась, но, по мнению американских специалистов, всё же медленно, но верно приближается к украинской столице. Российская армия контролирует значительные территории на севере и юге страны. Президент Украины в пятницу сообщил об эвакуации почти 100 тысяч человек по гуманитарным коридорам за последние два дня. Речь идёт о Полтаве, Киеве, Запорожье, Днепре и Львове. По его словам, Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Жители Киева и присоединившиеся к ним добровольцы роют окопы, готовясь к уличным боям. Привлечение российских добровольцев к участию в спецоперации на Украине не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Путина. Ранее российский министр обороны сообщил, что граждане Сирии подали соответствующие заявки.